Всем привет, ребятки, с вами Мэри. Думаю, каждый из вас знает, что такое сиквел. Часто бывает, что продолжение остается на уровне оригинала или же на голову ниже. Но бывает такое, что сиквел выходит на порядок выше оригинала. Он может затмить то, что было создано изначально. И вот сегодня я решила рассказать вам о сиквелах, которые превзошли оригиналы. В топе вы увидите много как новых, так и старых отличных игр. В запасе еще остались сиквелы, которые лучше оригинала, но их я оставлю на вторую часть, если, конечно, вы хотите. Давайте соберем 500 лайков, и я сделаю вторую часть. Также пишите в комментарии продолжения, которые, по вашему мнению, превзошли оригинал. Будет интересно почитать. Итак, это 10 сиквелов, которые превзошли оригинал. Batman Arkham City. Конечно, Arkham Knight – лучшее завершение трилогии, но в 2011 году вышло продолжение первой части, которая умудрилась затмить оригинал. Arkham Asylum была отличной игрой, но во второй части создатели взяли все лучшее из оригинала и приумножили. Разработчики продолжили историю, которая закончилась в первой части и довели ее до нового уровня. В игру добавили открытый мир, который кишит убийцами и насильниками. Очень крутой сюжет, который, кстати, получил премию «Золотое перо». Много отличных злодеев и новые гаджеты. Также впервые нам дали возможность поиграть за женщину-кошку, а в DLC за Робина и Найтвинга. Uncharted 2 Among Thieves. Когда в конце 2007 года вышла первая часть Uncharted Drake's Fortune, она оказалась отличной игрой, нежели другие. Тем более, игр в таком жанре было не очень много, но она все равно была далека от идеала. Вторая же часть достигла просто невероятных высот. Отличная графика, которая поражает с первого взгляда. Великолепный сюжет, который просто затягивает в эту игру с головой и не отпускает до тех пор, пока вы не увидите финал. Яркие персонажи, красивые драки, неплохая акробатика, зрелищность. Игровой мир же стал качественнее и красивее. В Uncharted 2 добавили еще больше спецэффектов, сокровищ, которые хочется искать. Принц Персии Warrior Within. В 2003 году компания Ubisoft решила выпустить игру Принц Персии The Sun of Time. Игру приняли очень хорошо и спустя год разработчики выпустили, по моему мнению и мнению многих, лучшую часть трилогии «Схватку с судьбой». Изменив свою судьбу в первой части, во второй принц сталкивается с откатом за свои действия. Откат представляется нам в образе Дахаки, стража судьбы. Вторая часть стала более брутальной, в игре появилось больше драйва, который испытываешь постоянно, находясь в игре. Количество трюков, исполняемых принцем, значительно выросло. Динамика боев, а также свобода в боевой системе просто поразительна. Assassin's Creed 2. Еще одна знаменитая игра от компании, подарившей нам Принца Персии, под названием Assassin's Creed. Первую часть мы ждали затаив дыхание, многочисленные трейлеры и скриншоты радовали нас. Но на деле игра вышла сыроватой. Слабая боевая система, однообразный геймплей, скучные и надоедливые однообразные квесты. В первую очередь Assassin's Creed 2 – это работа над ошибками. Разработчики устранили все недочеты и улучшили игру. Также улучшили боевую механику, хоть она и держится на записанных motion capture движениях. Арсенал оружия увеличился. В игре четыре города – Флоренция, Венеция, Форли и Сен-Джиминьяно, в каждом из которых обязательно присутствуют ремесленные лавки, аптеки, сундуки, секреты, многочисленные побочные квесты и многое другое. Несмотря на порой плохую консольную графику, однообразную механику, Assassin's Creed 2 остается одной из лучших игр в серии, по моему скромному мнению. Red Alert 2. Также хотела бы упомянуть о еще одной отличной игре, которая улучшила то, что было создано, а именно Red Alert 2. Сюжет схож с первой частью Советский Союз нападает на США. По сюжету и стилистике игра полный абсурд, но в этом вся ее прелесть. Но не столько сюжетом вторая часть очень хороша. У игры отличный геймплей, а также удобная интуитивная система управления. В Red Alert 2 две стороны – Советский Союз или Альянс. Каждая из них имеет на счету более десяти уникальных военных компаний, а также персональные типы построек, военную технику и солдат. Миссии сопровождаются отличными зрелищными кат-сценами, где участвуют настоящие актеры. Все это делает сиквел достойным, а может быть и лучше самого прародителя. Ведьмак 2. Легендарная серия книг Анжея Сапковского о Ведьмаке Геральте с каждым днем захватывает новых читателей и больше не отпускает. Мир в книге на редкость живой и реальный, потрясающие настоящие персонажи, глубокий смысл. Это такая высокая литература в жанре фэнтези. А когда в 2007 году вышла первая часть игры, к ней многие отнеслись настороженно, так как боялись, что она не оправдает ожидания и не будет похожа на книги. Но игра по-хорошему удивила. Сюжет шикарный, близок по природе к книгам. И это заслуга самого Сапковского, так как он следил за процессом создания игры. Стоит отметить, что в игре довольно необычная боевая система, и алхимия вносит в геймплей разнообразие. И вот в 2011 году выходит продолжение, и игра снова нас порадовала. По сюжету все довольно классно и интересно. В середине игры он может меняться, в зависимости какой шаг, действие, развитие вы выберете сами. Доработанная серия ударов, комбы стали значительно красивее, графика потрясающая, отличная прорисовка персонажей, особенно лица. Вообще вся игра в целом изменилась и стала значительно лучше. Всякой мерзости во второй части стало намного больше, что позволяет прокачать Геральта значительно быстрее. Мы также можем выбирать, как прокачать нашего персонажа. Мы видим реальный подъем, несмотря на то, что первая часть была отличной. Портал 2. Игра в Портал это довольно интересное сочетание, логическая игра и интересный сюжет. Обычно я привыкла, что если нужно в игре логически думать, то это довольно скучно и не затягивает. Но Портал ломает стереотипы. Задания поначалу совсем пустяковые, но чем ближе к концу, тем интереснее задания. Появляются сложные головоломки, есть враги и сюжет становится не столь простым, как поначалу. Парочку уровней имеют так называемые турели, обладающие милым голосом. Но если оказаться в их поле зрения, изрешитят как следует. Они добавляют игре еще одну изюминку и немного усложненности. Графика для своего движка Source выглядит соответственно, то есть хорошо. Тем более в 2007 году выходили игры и с худшей графикой. Спустя 4 года мы получили вторую часть, которая превзошла первую. В отличие от первой части, в игре значительно увеличилось количество различных механизмов, лазеров, добавились гели со специфическими способностями. Звуковое сопровождение отличное. Музыки немного, но она здорово поддерживает атмосферу происходящего. Также в игре присутствует возможность построения комнат. Вы сами можете придумать и создать свою головоломку, простую или сложную. Таким образом вы прикоснетесь к разработке, и многие геймеры будут стараться пройти вашу личную загадку. Такую головоломку в далеком 2012 году сделал Анрайк. Кто захочет попробовать ее пройти, ищите ссылочку под видео. Warcraft 2. В далеком 1994 году от компании Blizzard Entertainment вышла первая стратегия в реальном времени Warcraft Orcs and Humans. На то время это было нечто, правда сейчас на нее без ужаса не посмотришь, но должны же игры с чего-то начинаться. Действие игры происходит в мире Азерот, часть вымышленной вселенной Warcraft. События воспроизведенные в игре относятся к первой великой войне. Орки исследуют другие измерения и открывают портал, переносящий их в мир людей. И движимые жаждой крови начинают войну против королевства людей. Геймплей стандартный для этого жанра. Плохо то, что можно выбрать и объединить в группы только 4 юнита. Это очень ограничивает тактические задумки и их исполнение. Через год вышла вторая часть Tides of Darkness. Не часто встречаются игры, в которые интересно играть и через 20 лет после их релиза. А вот Warcraft 2 именно такая. Сложно сказать, что именно привлекает геймеров в этой игре и сегодня. Может быть это идеально сбалансированный геймплей, прекрасно подходящий для сетевых поединков. А может быть это увлекательнейший сюжет, повествующий о войне нескольких внешне очень отличающихся друг от друга рас. Или вполне возможно геймеров привлекает общая масштабность истории, события войны, затрагивающие целые континенты и даже миры. По второй части заметно, как разработчики по-настоящему стараются сделать игру лучше. Все бы так. Diablo 2. В 1996 году еще одна игра от Blizzard стала легендой. Игра выполнена в стиле темного фэнтези и быстро нашла своих фанатов. Первая часть дала большой толчок к развитию не просто сюжета, а целой истории, в которой главный герой противостоит злу. Пожалуй, это самое замечательное, что можно было придумать. Тем более, проходя все трудности одним из трех героев, можно было находить вещи, применять их, развивать своего героя. Это безусловно очень интригует и надолго цепляет. Спустя 4 года вышла вторая часть, которая порадовала старых фанатов и нажила новых. Твоя задача спасти мир от ужасного и могучего Диабла и его приспешников, монстров всяких разных мастей. Во второй части их становится больше и они гораздо интереснее, чем в первой части. Но война это не единственное, что ждет тебя на полях Лудгалейна или Харагата. Там тебя ждет масса интересных артефактов, которые можно продать в городе, а на заработанные деньги отремонтировать свое снаряжение или прикупить каких-нибудь зелий, очень нужных в бою. Некоторые жалуются на графику, хотя из-за сюжета и динамики игры на это можно смело закрывать глаза. Half-Life 2. Первая часть Half-Life вышла в 1998 году. Научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный компанией Valve Software. Эта игра стала одной из первых игр, в которых сюжет развивается линейно, без переходов с уровня на уровень и видеозаставок. Также в Half-Life появился искусственный интеллект противников и стали появляться союзники. На первый взгляд сюжет кажется довольно банальным, неудавшийся эксперимент, катастрофа, нашествие существ из иного мира и зомби-апокалипсис. Несмотря на все несовершенство графики, атмосфера ни капельки не теряется и даже не задумываешься о том, что тебя окружают квадратные бочки и одинаковые персонажи. Разработчики Valve потрудились на славу и миру предстала яркая компьютерная сага, вдохновляющая своей реалистичностью. Как и ожидалось, вторая часть саги о путешествиях физико-теоретика Гордона Фримена будет иметь довольно продолжительное, оригинальное и ни с чем не сравнимое продолжение. Графика в игре до сих пор может тягаться с новинками игрового мира. Реализма прибавляет и прекрасная физика. На стенах от ударов остаются вмятины. Мелкие предметы на полу отскакивают, когда в них попадает пуля, а деревья и провода колышутся от ветра. Тени, отражения, волны на воде, блики света – мелочи сливаются в прекрасную и правдивую картинку. Композиторы Valve умело играют с настроением игрока. Мощная техно накаляет обстановку в серьезных перестрелках, а красивое звучание синтезатора подчеркивает атмосферу упадка и отчаяния. В общем, продолжение удалось на славу и превзошло даже сам оригинал. На сегодня это все игры, о которых я хотела рассказать. Жду ваших комментариев с вашими любимыми сиквелами. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить вторую часть. Всем хорошего дня и играйте только в лучшие игры!